Ну таки здоровы ребята, я сегодня опять в рубрике Чё купил и сделаю обзор, чё приехало в большой коробке Я на самом деле давно мечтал об этой штукенции Она на самом деле очень сильно была необходима Короче не буду много балаболить Привет ещё раз и погнали покажу что купил всё-таки А приехала у нас вот такая вот карабаха Эта карабаха здоровая, вы видите по сравнению с ней мою руку Огромная-огромная коробка Ну по диску понятно, что это что-то распиловочное Но пока не буду раскрывать все карты Я за кадром соберу, потому что это довольно муторно всё будет собирать И уже потом, когда поставлю на стол, мы поговорим Я думаю многие что-то догадались Но это станочек от компании Jeep И мы начнём пока что Собираем Ну теперь вернулись, когда собрали нашу технику И давай буду рассказывать, что это такое Это естественно торцовочная пила С протяжкой И это реально огромная пила С огромным местом для пиления То есть заготовка какая здесь получится Я сейчас всё перечислю, все характеристики С двигателем на 2 кВт, ременная передача Медленный разгон, всё замечательно С огромным 305 диском Ну и сейчас всё покажу Точнее И кстати она стоит не так уж и дорого Это достаточно большая машинка Не то чтобы достаточно Это из семейства Jeep Опять же, это производители компании Jeep Из их семейства это самая большая пила Она огромная реально У неё много странных конечно решений Но в то же время они очень простые И эти решения позволяют сделать эту пилу достаточно дешёвой Повторюсь, эта пила дешёвая Она стоит 30 тысяч рублей При условии того, что она имеет огромные характеристики распила И сейчас я их вам зачитаю Глубина пиления Как глубина, так и длина пиления Тут немножечко по-дурацки сказано Соответственно ширина или длина Ну пусть будет ширина распиловочной стола этого При 90 градусов Соответственно вот 90 градусов И диск у нас никуда не смещён Соответственно тоже 0 340 То есть 34 сантиметра У нас Длина или ширина может быть заготовки Ну как минимум доску 250 Можно шпулять вообще Дай боже Я сейчас распиливал слэп карагача Вообще шикарно Далее 105 миллиметров Это соответственно глубина у нас пропила То есть 10,5 сантиметров Глубина работы диска непосредственно Это тоже достойно Дальше естественно все эти наклонные пиления Их в принципе имеет конечно смысл говорить То же самое допустим Соответственно глубина пиления Если мы поворачиваем по оси диск на 45 сюда Направо либо 45 сюда У нас также остаётся 340 длина заготовки Ширина заготовки А пропил у нас 48 и 40 Слева и справа То есть естественно небольшой будет захват диска При наклонном пилении Но тем не менее Извините 5 сантиметров Это практически ого-го Далее 45 на 90 у нас будет 345 Короче о чём это я Я показал в принципе и сказал Самые главные вещи Самая широкая часть распиловки А дальше уже буду показывать Потому что все эти просто сухие цифры Они не имеют смысла Итог Модель называется Jeep 7305V-2 Вот такая вот книжечка есть Так На 2 киловатта у нас двигатель Ременная передача Потому что Как бы это логично Так удобно было расположить двигатель Вот с такой конечно шумом она ездит Люфта я не заметил Единственный косяк Что для неё мне придётся делать новый стол Ну мы как раз в видео В будущем это и сделаем Потому что крепить её нужно обязательно Сейчас я временно просто присобачил саморезами К этому столику Этот столик будет разбираться Он уже уйдёт неудобный Потому что сзади огромное Вылазит дышло Когда Откидываешь назад Соответственно это всё Меняет расположение Далее по самому столику Ну здесь нет ничего такого Сверхъестественного необычного Это литой дюралевый столик Он дюралевый либо алюминиевый Я не могу точно сейчас сказать Это естественно не чугунина Но двигается по крайней мере Всё очень плавно Прямо очень плавно Нет никаких рывков Единственное что достаточно Необычное расположение Указателей Я сначала не понял Потому что пила стояла Вот под таким вот боком Когда она приехала Ко мне она уже приехала В полусобранном виде И То есть я пытался выставить на ноль Ну как обычно Вот здесь смотря в окошко То есть я выставляю на ноль Я вижу у меня Ну не ноль нифига Естественно Оказывается Оказывается Вот она хитрая стрелочка И на неё ты выставляешь на ноль Вот так вот как-то Загогулино Самое главное в этой пиле есть Регулировка по высоте пропила Вот здесь есть интересный такой болт Я сейчас всё ближе покажу Ну а также подсветка И даже лазер Лазер 21 век Есть лазер Это серьёзно Выглядит это всё Достаточно масштабно Пила большая Тяжёлая Кстати да Ещё есть вот такие вот Приставные Спинки Так сказать Для высоких Заготовок Потому что На обычной пиле Поменьше было Только обычный бортик И большая Допустим доска Если ты её распиливаешь Иначе Либо брус Он норовил убежать Естественно Это всё вот так вот Снимается Устанавливается Пила немного грязная Я её уже тестировал Естественно Придётся делать Каким-то образом Подвод пылесоса Сзади Потому что штатный мешочек Естественно Как и все мешочки Во всех этих пилах Они нифига не работают И особо не собирают стружку Есть вот такая вот Струбцинка Она просто Вставляется в зажим И методом распора Когда ты её подтягиваешь Она уводит Выдавливает И держится И вот такие вот Подножки Или подложки Но я не думаю Что они мне в ближайшее время Уже будут пригодиться Потому что я сделаю стол С откидывающимися Лапками Который будет чуть-чуть ниже Чем основность Короче Вы увидите Так что ещё Вот здесь Кстати интересно Есть такая ушка Это под маленькие заготовки Чтоб не убегало Технологично Как и сказал Есть вот такая вот Хитрая система Высоты Контроля высоты пиления Выглядит это вот так Вот такой обычный болт Упирается Вот в такую шайбу Соответственно Убираем Ой Такой вот крючочек Убираем крючочек И пила пошла ниже Можно сюда пригандобить Что-то своё Я думаю Что я так наверное И сделаю Чуть-чуть повыше Сделаю Чтобы Потому что здесь Достаточно коротковатый Товарищ Вот так вот Это разберёмся тоже дальше Далее Что у нас ещё есть Как и сказал Есть Свет Вот такая вот Это максимально простое решение Здесь два обычных Светодиодика Они просто Вот в такой вот Залитой упаковочке И соответственно Всё уходит сюда И есть лазер Вот он лазер Я сейчас покажу Как он отражается На материале Ну и соответственно Вот она Эта балда Которая ездит Самый конечно Большой косяк Это то что После первых пилений Уже собирается мусор На вот этих вот Штангах Естественно Как бы смазано Здесь стоят сальники Вроде как Но Хезе Будем надеяться Что оно не будет Всё это пробиваться туда Очень удобно Кстати закреплён Кабель Кабель питания Вот такими простыми Как бы хомутами Но это всё Вот так вот аккуратно Висит И никуда не убегает Сзади елозится Этот мешочек Который я буду заменять Просто пылесосом Непосредственно Сам диск Вот так это всё выглядит Но я вам не говорил И не показывал этого Потому что пила Включена Нельзя так делать Лучше выключать Из розетки Ну что ж Давайте попилим Я заторцую Уже заторцевал С одной стороны Вот такой вот Карагач Сейчас сделаем То же самое с другой Чтобы не быть голословным Скажу сколько Ширина данной доски 25 как раз Естественно Я торцую По ситуации Потому что она Скорой Самое главное Что пила Очень шумная Поэтому я обязательно Возьму Средство защиты ушей А также глаз Кстати Вот он лазер Ну приступим И да Я забыл Вынуть ограничитель Пиления высоты И вот так это работает В принципе Убираем галочку эту И снова В дело Какова красота Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришел второй день, я не успел отснять, у меня выключили свет, извиняюсь. Продолжаем второй вечер. Как я говорил, здесь ременной привод. И мне просто интересно физически посмотреть, как это. Потому что реализованный это интерес на двигателе у нас вот он. То есть не прямая передача, а диск пильный вот он. Я отключил из розетки, чтобы не думали, что я дурной. И сейчас посмотрим. Это как раз облегчает работу на самом деле пилы. Тем самым, что нет ударов непосредственно на двигатель. Соответственно, нагрузка снижается с двигателя. Как, допустим, на обычной маленькой торцовке есть просто прямой привод. Пусть, конечно, гарантия слетит, не слетит, не важно. Но мне интересно показать вам, что внутри. А внутри все достаточно просто и лаконично. Вот такой вот ремешок. Вот так вот выглядит данный ремешок. Все вполне цивильно. Итак, нужно подвести итоги. А что тут подводить? За эти деньги, за 30 тысяч рублей, там 29 с копейками, это безумно крутой аппарат. Самое главное, что большие размеры распиловок, большие возможности, так сказать. Поэтому мы эту малышку будем в ближайшие несколько видео использовать по полному. В первую очередь мы сделаем для нее специальный стол-тумбу, который будет позволять утопить ее. Соответственно, что у нас будут продолжения столешницы вот вровень со столиком распиловочным, где будут подниматься дополнительные держатели, так сказать, материала, досок длинных. Поэтому будем гаранить, потому что на этом неудобно столике, мы его будем убирать. Лишь потому, что, во-первых, большой вылет у нее, к сожалению, взад-назад. Это, конечно, дает небольшие коррективы при перестановке мебели, потому что я думал, что, может быть, будет вперед у нее все равно двигаться, то есть, как бы, реверсным таким ходом. Но вот так получается. Но, тем не менее, все равно круто. Очень много прикольных плюшек, вот, допустим, вот таких мелочей под небольшую маленькую заготовочку, вот эти вот флажочки. Это прям очень интересно. В ближайшем видео вы увидите, как мы будем делать для нее стол-тумбу, как я и сказал. В остальном же, безусловно, это не, как же объяснить, это не топовый премиальный бренд. Нужно отталкиваться от этого. Безусловно, этот продукт сделан в Китае. Это, безусловно. Как, в принципе, и топовые продукты все тоже делаются в Китае, если что. Поэтому не нужно прям супер-супер быть требовательным. То есть, идеальная прям микронная точность здесь, возможно, не будет. Но, по крайней мере, люфта, вот, в механизме салазок я не заметил. Единственное, что непонятно, что делать со смазкой непосредственно самих направляющих. И как бороться с пылью, которая будет набиваться на смазку. Я вот что-то этого немножечко не предусмотрел и не понимаю. Потому что она прям... Ну, естественно, любая пыль и опилки в масле, они набиваются в такое плотное кольцо. И это потом будет, соответственно, мешать. Возможно, просто придется постоянно проводить, так сказать, чистку. По поводу мешочка. Мешочка для опилок. Это, возможно, бич всех торцовок. Вот таких небольших. Да, может быть, и дорогих, больших. Это вот этот вот вялый мешок. У меня на предыдущей, на маленькой торцовке, тоже такой же был. Один в один, точно такой же. Вот это с расстегивающейся мотнёй и вот таким вот колечком. Большая проблема его в чём? В том, что опилки сюда практически не летят. Вот я там что-то пилил, сюда что-то прилетело, да? Но в основном опилки разлетаются вокруг пилы. Это может быть как раз из-за её определённого конструктива. Но мне было проще просто подключать пылесос, непосредственно циклон, трубу туда. Да, возможно, там где-то 50% будет опилок забирать на себя, 50% разлетаться по округе. Ну, что уж поделаешь. И, естественно, ссылочки на данную модель в каталоге магазина будет в описании. Вы всё это найдёте. Есть модельки там поменьше, помладше и подешевле. Соответственно, пишите ваши комментарии и не забывайте про палец вверх. Спасибо большое. Увидимся. До новых встреч!